Дорогие братья и сестры, сегодня я расскажу о вредных и полезных душевных связях. Обращено мое послание к тем, кто стоит на страже своего семейного счастья и не желает, чтобы кто-то третий вторся в их семью, как это было в Эдеме, когда Ева попала под влияние дьявола и разрушил ее. Через близкое общение неизбежно появляются душевные связи. Возникновение душевных связей между людьми является естественным. Замечали ли вы, что если долго общаться с каким-то человеком, то через время вы начинаете повторять его жесты, манеру разговора, словарные обороты. На протяжении всей жизни между людьми строятся душевные связи между мужьями и женами, детьми и родителями, между братьями, сестрами, родственниками и друзьями. Библия говорит, что даже церковь строится посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Когда у человека в церкви есть душевные связи с братьями и сестрами во Христе, то он питается от них духовно, получает откровение, видение, веру, любовь, радость и силу. Ярким библейским примером крепкой душевной связи между людьми является дружба между Давидом и Иоаннафаном. В первой книге царств написано, когда закончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его и полюбил его Иоаннафан, как свою душу. Давид и Иоаннафан стали настоящими друзьями и между ними завязалась крепкая душевная связь. И благодаря этой связи Иоаннафан, о котором Библия рассказывает немного, также был смелым, сильным и дерзновенным человеком. Существует такая поговорка, с кем поведешься, от того и наберешься. Действительно, через душевные связи человек перенимает опыт, учится, вдохновляется, подражает каким-то качествам другого человека, близкого ему. Однажды птенец орленка попал в курятник. Подражая поведению кур, он начал ходить, есть, спать, как они. Такова природа. И я уверен, что если бы над этим курятником никогда не пролетела орлица, то этот маленький орленок так бы и остался в этом курятнике, не научился бы летать, и скорее всего, однажды его бы просто зарезали и бросили в суп, как курицу. Но его судьба сложилась иначе. Над курятником пролетела орлица, издавая свой орлиный клич, этот голос отозвался в сердце маленького орленка, и он попытался взлететь. Может быть, у него это не получилось с первого раза, но в конце концов он нашел свою стаю. Некоторые люди становятся алкоголиками, из-за того, что они постоянно находятся в окружении алкоголиков. Кто-то глуп и неграмотен, только потому что окружил себя необразованными, невежественными людьми. Многие люди годами живут в нищете и бедности, потому что у них завязались слишком прочные связи с бедными и нищими людьми. Душевные связи оказывают на нас сильное влияние. Благодаря дружбе с Давидом Иоаннафан был таким же сильным и смелым. Но из-за дружбы с неправильными людьми человек, наоборот, может напитаться от него бунтом, ропотом, хвостливостью, пустословием. По своей сути, душевная связь является неким каналом, по которому в нашу душу попадают мысли, идеи, планы, настроения другого человека. Библия об этом говорит, не дружи с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на свою душу. Также написано, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Слово Божье предупреждает нас, чтобы мы выбирали с кем дружить, а кого избегать. Поскольку связь с негодными людьми, чувствуем мы это или нет, все равно влияет на нашу душу. У некоторых супругов были душевные связи с людьми противоположного пола до брака. Речь идет о людях, с которыми вы встречались или имели близость. Эти душевные связи после брака необходимо разорвать, потому что они могут влиять на состояние вашей семьи сегодня. И до тех пор, пока человек имеет душевную связь с кем-то третьим, он никогда не построит основательной душевной связи со своим мужем и своей женой. Неразрушенные душевные связи наносят вред единству. Невозможно построить близкие отношения, если между супругами постоянно находится кто-то третий, кто-то невидимый, но оказывающий негативное влияние на их семейные отношения. Бог дал нам повеление, посему оставить человек отца своего, мать свою, прилепиться к жене своей и будут двое одна плоть. Не написано, что трое или четверо станут одной плотью, но двое, то есть муж и жена. Библия говорит, что человек должен оставить отца и мать. Многие женщины или мужчины, вступая в брак, продолжают быть тесно связаны душой с мамой, папой и через эти душевные связи родители могут контролировать отношения с супругом. Речь не идем о том, чтобы просто порвать отношения с родителями и не общаться с ними. Оставить означает отлепиться от них своей душой и прилепиться к мужу или жене. При этом не позволять родителям вмешиваться в отношения и контролировать какие-то сферы их семейной жизни. В контексте душевных связей, разрушающих брак, стоит упомянуть о друзьях и подругах, связь с которыми зачастую бывает сильнее, чем с членами семьи. Друзья, с которыми муж проводит много времени, оказывают на него влияние. Поэтому дома он склонен поступать так, как советуют ему товарищи. Наслушавшись хвастливых рассказов о том, как они командуют дома, как безропотно жена прислуживает им, возвращается домой, муж начинает строить жену, детей, показывая, кто в доме хозяин. Возможно, по своему характеру он не является злобным человеком, но попав под влияние друзей и напитавшись от них через эти душевные связи, он решается унижать жену и показывать вообще не свое лицо, высказывать не свое мнение и даже повторяет не свои слова. Ради мира в семье некоторые отношения придется порвать, поскольку там, где присутствует сильная душевная зависимость, человек никогда не достигнет единства со своим партнером. У женщин также есть авторитетные подруги, собираясь вместе, они часами могут обсуждать свои браки, жаловаться на своих мужей. Подруги могут лезть даже в интимные сферы, пытаясь давать советы, как нужно манипулировать мужем через секс. В такой компании обязательно найдется женщина, которая давно уже несчастна в отношениях с мужем или разведенная, но она продолжает раздавать своим подругам советы о том, как следует поступать в семье, сколько муж должен зарабатывать, как относиться должен и что женщина должна в браке ощущать. Напитав душу этими советами жена возвращается с девичника и муж видит уже не свою жену. Создается впечатление, что в нее вселилась эта разведенная, несчастная и злобная подруга, которая из-за своих завышенных требований к мужчинам уже третий или четвертый раз в разводе. Если вы хотите построить настоящую счастливую семью, от некоторых друзей и подруг придется избавиться. Третий лишний, с душой которого связана душа ваша, может передавать вам и свое настроение, и образ смышления, и желания, и эмоции. В книге «Бытие» сказано так, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с ним отрока, с душой которого связана душа его. Попробуйте ответить честно на вопрос, с кем, кроме мужа или жены, еще связана душа ваша? Может это ваш отец, мать, брат, сестра, друзья, родственники, мужчина или женщина, с которыми вы раньше имели отношение до брака. Глубокая душевная связь с любым человеком, кроме законного супруга или супруги может разрушить ваши отношения в браке или стать преградой на пути к душевному единству. Чтобы двое стали одной плотью, некоторые связи придется разрушить. Молюсь о вас и благословляю, чтобы у вас это получилось, и чтобы вы стали двое одной плотью. Субтитры создавал DimaTorzok